Золотой фонд журнала «Горожане». Спрашиваю, ты журналист, навыков не потеряла? Нам откроют? Да лучше нет, по идее. Ждут, я жду. Да это ты зачем снимаешь? Вон, преображение. Это реестный миг. И вот это всё делается в городе Николаеве. Что всё? Сколько ты говорил у нас наркоманов и алкоголиков? 40 тысяч. 40 тысяч. По самым скромным подсчётам. Здравствуйте. Что, Рома уехал таки? Нет, он дома. Собаку спрятали? Да. Спрятали? Да. Поехали. А что это так? Выключать? Крывай. Нет, что выключать? Корреспондента по вам приедет. Добрый день. Добрый день. Меня Лариса зовут. Очень приятно. Очень приятно. Что там, мы на обед успели? Будем на обед? Или нет? Да вообще. Да мы со своим хлебом. Да вы что? Мы со своим хлебом. Да, так получилось. Мы со своим хлебом. Однозначно со своим хлебом. А куда проходить? Иду, иду. М maravilновато. Золотой фонд. Добрый день. Вы rem unreal горожаны. Присаживайтесь куда нибудь. Очень приятно, меня ладит. Кадры какие. Так, так, так. Что сразу сделала? Лариса, с какой целью прибыли? Значит, как на духу. Если вы мне более открыто расскажете проблему, я вам предложу сразу пути решения, или несколько путей решения вашей проблемы. Значит, проблема у меня одна. Это я не просто люблю выпить, я иногда очень сильно в это дело вгуляюсь, иногда могу совсем не пить. Это проблема у вас? Это проблема, да. Вы рассматриваете вообще-то такую проблему? Это может полостой или забава еще какая-то у вас? Может быть, нет, полостой это не то слово. Сейчас, возьму стулечку. Да-да, Ваня. Нет, я пока занят еще. Ну, дома, да. Угу, угу. Я бы не назвала это словом «балакство», я бы скорее назвала это словом «слабость», потому что, видите ли как. Мужа я потеряла очень рано, потом потеряла мать, очень непросто потеряла, ее убили. Реально убили за суд? Убили. Угу. 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 Ну, у меня еще как проблемы. Ну, я рассматриваю ее как проблемы. Я себя... Ну, ты осознаешь, что ты алкоголем злоупотребляешь? Ну, злоупотребляешь, естественно. И даже мои вот на тебе, еще когда живая была мама, ты еще как-то реагировала. Вот и маму боялась как-то. У тебя был какой-то тормоз, мама. Помнишь? У меня был стимул. Стимул. Ну помнишь, когда мы с тобой ездили к Косинчаку, Саня? Да, 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 помню. И ты, блин, ты преобразилась. А сейчас получается, что мама, единственное живое существо реально, это мой прошлый. Мой кто? Прошлый, как вот. А, прошлый, как вот. Понятно, Саня, чем можем помочь. И все со всех сторон меня прессуют. Получается, тетка прессует. Но я думаю, тетке тоже, наверное, обидно смотреть. Смотреть на твою хай, прости меня, Господи. Дюмин прессует. Однозначно прессует. Стоит мне не хочет здороваться даже. Смотрите, чем нужно помочь. Ну, хотя бы лично дело, не хочет он со мной здороваться. Не надо, я же не навязываю. Смотрите, чем можем помочь. Вам не нужно... Организация, сейчас, если вы одну муточку меня послушаете, я вам смогу рассказать, как мы сможем вам помочь. Опять же, если вы сами хотите воспринять ту помощь, которую мы можем вам предложить. То есть изначально общественная организация светская, нерелигиозная, помогаем людям абсолютно бесплатно, вот с такими проблемами, как у вас, с проблемами наркомании и алкоголизма. Все, что мы делаем, абсолютно бесплатно. То есть для вас это финансово затратно не будет. Как это стоимость билета? Ну, стоимость билета. Стоимость билета в любую точку. Одно единственное от вас, что необходимо и главное, это ваше желание искать пути решения вот этой вашей слабости, как вы ее называете. Хотя я называю это проблемным образом жизни плюс зависимость очень серьезная, которая мешает вам жить. Как бы мы можем помочь вам, причем помощь мы оказываем такую более психологическую, не медицинского характера. То есть мы медикаментозным путем не лечим, капельницы не ставим, не заговариваем, не наговариваем, таблетки не даем, не подшиваем. То есть медицинского вмешательства мы никакого не проводим. То есть у нас такая, ну, знаете, более помощь психологическая, равный помогает равному. Я сам в прошлом был проблемный человек, очень проблемный человек. Как бы из этого выбрался всего и теперь имею желание помогать таким же, как и я. То есть у меня есть определенный опыт, как помочь таким людям, как я сам. Рома, это я ей уже рассказывал. Она еще очень талантливая журналист. Она работала на пятом канале. Очень хорошо, да. Но о талантах пока разговаривать смысла нет, пока у человека есть проблема. Сейчас все его таланты скрыты за проблемой. Чтобы раскрыть человеческие таланты, необходимо убрать проблему. Когда убьется проблема, откроются все заново таланты. Пока об этом разговаривать, ну, смысла нет. То есть мы всегда идем таким путем, чтобы проблемы необходимо и нужно решать по мере поступления. То есть вот первая проблема, да, просто стоящая, ярко выраженная проблема алкоголизма. Как бы, ну, если ее отодвинуть на второй план, да, проблему алкоголизма, занять чем-то человеком, он сможет реализовывать все свои способности, которые у него есть. Ну, первонаперво, первонаперво, вам необходимо пройти курс реабилитации. То есть пройти реабилитацию. Ну, это сложно, это процесс, это кропотливый процесс. Это, ну, вам это жизненно важно, я бы сказал так. Это просто крайне необходимо. В противном случае, если вы не захочете пройти курс реабилитации, вам придется так и дальше волочить вот это ничтожное и никому не нужное существование просто. Ну, если не надоел вот такой образ жизни, то... Что для этого нужно? Давайте будем... Для этого нужно одно единственное, ваше желание первое, на котором все осталось. Значит, оно есть дальше, что... Сколько у меня времени? Время у вас нет вообще. Вообще не то. Ну, это сейчас про медление, чревато для вас неопротивными последствиями. Ну, как это времени нет? Мне нужно время, чтобы хотя бы действительно сдать квартиру. Мне дела надо привезти в порядок. Мне надо привезти квартиру как-то, кому-то ее сдать. Вот. Мне нужны какие-то деньги. Мне нужно куда-то проще пристроить. Мне нужно что-то объяснить родству. То есть время, наверное, у меня все-таки... Время, ладно, не может подрываться так и... Тут, ну, смысл в чем? Необходимо действовать и реагировать, чем... У меня частный сектор. И я не одна хозяйка во дворе. То есть хозяев у нас пять там. То есть я не могу просто вот сейчас, сию минуту... Да, если бы она жила с мамой, то просто... Понятно. Она живет одна у нас. А документы есть какие-нибудь у вас? Паспорт получил? Ну, паспорт получил. Паспорт получил. В России вы сможете в этом, да? А в Россию это нужен загранпаспорт? Нет, ну, не просто. Просто гражданин Украины. Да. Но мы всегда стараемся людям создать такие условия, где они бы себя чувствовали максимально комфортно. То есть, ну, если у вас есть творческие способности, скорее всего, вам будет проще, да, с себе подобными людьми общаться. У нас есть в Краснодаре информационный центр, как бы где мы стараемся собирать людей с творческими способностями. Это там и музыканты, это информационщики, это и дизайнеры, это и журналисты. В принципе, все люди подвержены... Да, все такие, да, я скажу больше, ну, других у нас нету. К нам люди от хорошей жизни не приходят никто. А я! Даже я, я же выживаю. От хорошей жизни к нам люди не приходят. То есть, у нас, ну, таких нету, что зашли, погреть, покрасить, о, у вас движение, тусовка, там, что-то такое. У нас все люди в прошлом проблемы. То есть, как бы, ну, мы всегда стараемся человека, ну, поместить в такую среду, ну, где ему будет максимально комфортно. То есть, понятно, сейчас, ну, если у вас там, ну, куда-нибудь к наркоманам, там, да, конечно, вам будет с ними некомфортно. Но наилучее условие для вас, я думаю, будет в России. Это Краснодар примерно, это Краснодар. Там вот таких вот, как вы, ну, довольно-таки приличное количество. Там есть возможность для того, да, на будущее, так, ну, замашка на будущее, попробовать реализовать ваши творческие способности. То есть, ну, созданы для этого все условия. Значит, Юра мне говорил, что нужны будут только деньги на проезд. Все. Ну, так нельзя. Или еще как-то. Ну, то есть, давайте обновим... На дорогу. Где не на дорогу, в одну сторону, кстати. Я правильно понял? Да, да. А на второй как-то доберусь. Да, не надо думать, как второй. А второй ты уже будешь... Бал, ты, мой, извиня, не рассказывай. Ну, насколько я понял. Потому что я что же сейчас любим всем объяснял? А второй стороне пока думать не надо. Второй, если ты убежишь, значит, все. Значит, ты не сильно хотела этим заниматься. Значит, будешь пешком добираться, куда хочешь. Проблемы, как бы, ну, надо решать по мере поступления, правильно. Ну, надо думать пока, как пройти реабилитацию, а не том, как вернуться. Понятно, там, во сну, там, цепями никто не принесет. Не, 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 однозначно, я жду в Одессе. И ты же под контролем будешь. Мы будем паскайпу с тобой. У нас этого нет. Да, вы... Через интернет, ты будешь со мной связи. Постоянно. Я хочу, чтобы ты вернулась. Марклазе, видела наш офис? Ну, я хочу вернуть. Чтобы ты там работала в Марклазе. И я туда хочу. Ну, посмотри вот сейчас на себя, вот потом посмотришь. Через месяц, там, я не знаю, через сколько. Не, ну, ее единственная проблема. Ей надо разобраться с жилием. Все, тебе надо с тетей, тебе надо с тетей встретиться со своей тетей. И разобраться. И все, тебе доверяешь? Все. Ну, что? Все. Никто же тебе, понимаешь, тут мне говорят, они там забирают квартиры, они там рабов готовят. Да идите вы нахер, рабов они готовят. Возьмите себе раба двух алкоголиков и наркоманов и сделайте с ними что-то. Они реально ребята спасают. Да нет, ну, я понимаю, что это бред, что они там забирают. Все, у нее единственное, если бы, конечно, я тебя встретил, сколько мама так умерла? Маме было сколько. Ну, ты так не бухала тогда, когда мама была жива? Нет. Мать, ты не бухала тогда так? Ты все-таки за маму как-то, смотри, синяя, блин. Нет. Нет, ну, сейчас ты не синяя, сейчас ты гораздо. Да, что-то еще позже, это только начало, сейчас дальше больше не прийти к активным действиям, человек начинает вели из меня. Так она понимает это, словно у нас, вот это, опухоль там уже. Так она видит, она видит, она понимает это. Ну все, Лариса, значит, все вы поняли, у тебя есть время подумать. Значит, Рома, давайте сделаем так. Будем говорить конкретно, обменяемся номерами телефона. Мне ваш номер не нужен. Конечно, зачем мне его? Мне снова ставьте номер, да. Ну вот. И еще одна проблема. С котом туда можно ехать? Доброе? Ну, теоретически можно, но как-то на практике не будет. А через то, больше, как ты его будешь провозить? Как-то там, кстати, виклинарный схваток надо. Тебя задолупают, ты его не провезешь. Ты не провезешь. Ты на даможне его там выкинете просто и все. А здесь его можно оставить у вас? Ты здесь не оставишь? Я его никому не оставлю. Как бы, нет, вы его через даможню не провезете. Ну, сделай с ним тогда какую-нибудь накидку, шубку какую-нибудь. И возьми его с собой. Ну, а как ты его возьмешь? Там уже действительно куча справок. Это как, да ну? Ты же его не усыпишь? Ну, со справками я договорюсь с доктором Пеневичем. У нас идёт... А, я думаю, не вопрос, договаривать. Ну, договаривать. Договаривать, какая разница. С котом, видишь, котом. Можно же слона прихватить небольшого Николая. Я думаю, там с этим проблем не будет. Лариса, я хочу, чтобы ты вернулась. Если там ты найдешь свою судьбу в Краснодаре, слава богу, я буду только рад. Потому что у них тут свадеб столько, караул. Понимаешь, я буду только рад. Ну, вот эти пацаны, с которыми я общался за эти три дня, ну, это просто, ну, ну, герои, понимаешь? Понятно. Ты же знаешь, насколько я люблю вот этих ребят у Костенчука, Сани. Ну, там у них всё-таки чуть-чуть упор. Ну, у них. С лереком как-то они вот сильно там, понимаешь? Вот, посмотри, вот иконы висят. Ну, иконы православные. Хочешь, хочешь православному молись, хочешь Аллаху молись, хочешь Будде молись. Магомеду и Суху. Единственное, не пей, не кури, не мопюкайся.